Приветствую вас, я бы разделил свой ответ на две части, правда, части, наверное, будут не равнозначны по объёму, ну, это так просто, к слову пришлось. Итак, первое, это то, что вы нашли у себя признаки маниакально-депрессивного синдрома. Знаете, любой болезни, абсолютно любой болезни психической, соответствует психотип личности, обладающей, обладающей схожими симптомами, но при этом находящейся в норме. Например, вот, если человек болеет шизофренией, то он, соответственно, шизофреник, больной шизофренией, шизофреник. А в норме этот человек представляет из себя шизоид. И шизоид, в отличие от шизофреника, это человек, в общем-то, здоровый. Ну, в общем, в общем, в общем и целом. Это здоровый человек, полностью, абсолютно и полностью здоровый. Просто у него есть признаки вот этой вот шизоидности. Какие признаки, я, естественно, говорить не буду по понятным причинам. Вот. Но, тем не менее, соответственно, эпилептик, эпилепсия, это эпилептоид, ну и так далее. И так далее. Да? И у вас, в принципе, то же самое, как это видится мне. То есть у вас нет заболевания. У вас нет маниакально-депрессивного синдрома. Это не болезнь у вас. У вас это, в общем и целом, в общем и целом, норма. И работать с вами нужно, нужно. Ну вот, опять же, как это видится мне, да? Работать с вами. Нужно так, как будто у вас норма. Потому что это, ну, действительно так. У вас, эээ... У вас действительно норма. Понимаете, в чём дело? Вот. Это первое. Второе. Из этой же части, из этой же эээ... серии. Второе связано с тем, почему вы вообще начали читать эти книги. Зачем? Эээ... Предупреждаю вас о том, эээ... что... Книги по психологии, по психиатрии, написаны исключительно для... эээ... Учёных, для специалистов, для, соответственно, студентов, да, то есть, ну, для обучающихся, скажем так. Для обучающихся. Но ни в коем случае не для клиентов. Не для тех, у кого есть или могут быть эээ... какие-то проблемы. Потому что, когда клиент, вот как вы, начинает искать проблемы сам, своими силами, читая литературу, которая, как ему кажется, является адекватной, то начинаются вот такие вот перегибы. А вдруг у меня то? А вдруг у меня это? А вдруг у меня пятое-десятое? И так далее. Почему? Потому что сознание само себя воспринимать может. Ну и в верной степени. Только то, что внутри него происходит, сознание может воспринять. А то, что происходит вне, не может. Никак не может сознание воспринять. И именно по этой причине литература, написанная психологами, для психологов и для абитуриентов. Но никак не для клиентов. Тем не менее, вы начали эту литературу читать и, соответственно, что-то вас сподвигло, какие-то проблемы вас сподвигли на то, чтобы читать эту литературу. Возникает вопрос, почему вместо того, чтобы не обратиться с проблемой к специалисту хотя бы вот сюда, на сайт, я уж не говорю про полноценную консультацию, да, вместо этого вы выбираете самоучение. Почему так? Понимаете? Что заставляет вас так поступать? Что заставляет вас настолько не заботиться о себе? Это ведь и есть, по сути, отсутствие заботы о себе. То, что вы вот делаете, то, как вы себя позиционируете и так далее. Это и есть отсутствие заботы о себе. Понимаете, понимаете, да? Ну, надеюсь, что, надеюсь, что понимаете. Вот. Отсутствие заботы о себе. У вас имеет место быть. Вот. Теперь дальше. Пойдём. Дальше мы с вами, дальше мы с вами рассмотрим ту концепцию, которую вы нам предлагаете. То есть, концепция игры, как вы говорите, я так понимаю, что речь идёт о транзактном анализе, вы использовали, ну, использовали такие термины, как взрослый и, соответственно, наверное, там дальше идёт и ребёнок, и ребёнок тоже. Давайте разбираться. Значит так. Я очень быстро чем-то загораюсь, в этот момент у меня полно энтузиазма, я всё быстро осваиваю, всё нравится, потом так же быстро остываю, всё надоедаю, и наступает скука и уныние, и так во всем. Смотрите. Значит, причина подобного поведения вашего, она может быть самая разная. Но, как правило, вот то, что с вами происходит, да, что с вами происходит, это, знаете, такой бунт с последующим пресечением, подавлением, может быть даже гиберопекой. То есть вы загадаетесь, что я всё могу, я всё буду, я всё хочу, да, а потом раз, а, у меня, наверное, там, ничего не получится, а я там, наверное, что, ничего не смогу, да, и так далее. Кто в этот момент, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Какой внутренний голос, чей внутренний голос в этот момент вас подавляет? Задумайте с собой. И что заставляет вас проявлять энтузиазм, опять же, по отношению к тому или иному делу? Ведь вас не само дело интересует. Вас не само дело волнует. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вас волнует то, что стоит за этим делом. То, что стоит за ним. А за ним стоит что? Ну, как правило, это реализация самостоятельная. То есть вы, ну, хотите... Вы реализуетесь. Вы через этот процесс, ну, вот через... Эта деятельность активную. Вы пытаетесь что сделать? Вы пытаетесь реализоваться. Вы пытаетесь как-то реализоваться, да? Чтобы что? Чтобы... Кому-то что-то доказать. Начинаешь что-то доказывать. Вы, естественно, вы, естественно, сталкиваетесь с чем? С проблемами. Да? То есть вы... Сталкиваетесь с... Эм... Невозможностью... Доказать... Что-либо. Вы сталкиваетесь с... Эм... Невозможностью добиться... Достичь... Того... Что вам нужно. Правильно? И... Вам все надоедает. Потому что вам-то нужно здесь и сейчас... Доказать... Кому-то что-то. А теперь подумаем. Вот... Эм... Чтобы... Чтобы... Заниматься какой-то деятель... Деятельностью... Деятельностью... Успешной... Что нужно... Для этого? Чтобы заниматься какой-то деятельностью... Успешной... Нужно... В первую очередь... Интересный... Мотив... К ней... К ней... К этой деятельности... Правильно? Ну, наверное... Если у вас... Этой... Эм... Этого интереса нет... Интереса к самому процессу... То есть у вас нет интереса к процессу... У вас интерес только к... Результату... А результат всегда нужен для чего-то... Результат... Результат нужен либо... Родителю... Либо... Дитю... Ребенку... Как правило... Родитель... Вот... И только процесс... Нужен друг к слову... Соответственно... Вас не интересует результат... Вас... Наоборот... Не интересует процесс... Простите... Вас интересует только результат... Результаты вы сразу достичь не можете... Потому что вы не привыкли доверять своим интересам... Вы не привыкли в долгосрочной перспективе... Следовать тому, что вам нравится... А... Поскольку... Потребности... Ваши... Они... Подавляются... Вы, собственно, и я свое... Подавляете... Вот этим вот... Эээ... Родителям... В... Внутренним... Внутренним... Что... Соответственно... У вас наступает быть... Апатия... Итак... Значит... Прочитала... Там же... Что... Так бывает... Когда... Далее... Вы цитируете... Существует... Состояние... При котором... Настроение... Меняется... Столь... Резко... И... Поведение... Не искаживается... Настолько... Что... Взрослый... Утрачивает... Над этим... Контроль... Состояние... Такое... Безусловно... Существует... И... Состояние... Это... Возникает... Когда... Когда... А... Наступает... Ситуация... По... Ассоциативному... Ряду... Совпадающая... С... Той... Ситуация... Когда... Вы... Оказывались... Под... Влиянием... Родителей... Либо... Под... Влиянием... Твоего... Собственного... Б... Эм... Так... Секундочку... Эм... Когда... Вы... Теряете... Особенность... То есть... Отвлекаетесь... От... Процесса... Эм... Которые вас... Ну... Которые актуальны для вас... В данный момент времени... И... Это... Соответственно... Отвлекает вас... Тут же... Тут же... Эм... Ну... Начинают доминировать... Эм... Те... Эм... Силы... Центробежницы... Внутри вас... Которые актуальны в данный момент... Эм... Эм... Так... Эм... Значит... Далее... При этом он не только не может регулировать поведение, но и не в силах выяснить причину перемена настроения. Правильно? Потому что это тот самый случай, когда... Сознание не способно... Эм... Эм... Прочитать саму себя. Это можно сделать только со стороны. Потому что... Эм... Собственный голос... Внутри... Вот голос, например, внутреннего родителя, там и так далее... Он не осознает. А знать это можно только с помощью специалистов. В таком состоянии прибывает маниакально-депрессивная личность, подверженная периодическим необъяснимым перепарам настроения. Эм... Ну... Как бы... Эм... Сказать... Эм... Это... Больше описывается, мне кажется, психиатрическая картина, нежели чем... Эм... Эм... Психологическая. Так вот, у меня вопрос, уважаемые эксперты, что в таком случае нужно делать человеку общие рекомендации. Ну, наши общие рекомендации, как правило, такие. Эм... Проанализировать... Эм... Родителей. Эм... Проанализировать детско-родительские отношения. Определить тип... Родителей. Опять же, если вы говорите про взрослого, значит, и про... Типы родителей, и про типы... эээ... детей. Вы... Вы знаете. Вот. И... Соответственно, и из... Минус. Дитя. Со знаком минус. Да? То есть... Который накапливает бонусы и... Бунтует. Это я вам на языке транзактного анализа говорю сейчас, раз вы употребляете слово взрослый. Эээ... Вообще, можно предпринять. Это первое. Второе. Эээ... Значит, соответственно, необходимо проанализировать обстоятельства, которые заставляют вас так действовать в первом или втором случае. И... эээ... значит, собственно говоря, спросите себя, есть ли у меня какие-то обиды внутри меня? Постоянные. Вот... эээ... Если во мне что-то, то я могу назвать обидой на кого-то. Почему эти обиды во мне? Почему я, эээ... считаю себя обидченным человеком? Почему я коплю этот негатив? Это первое. Второе. Насколько я реализую свои желания? И как эта реализация происходит именно во взрослом состоянии? То есть, что я делаю? Что я могу конкретно сделать для реализации своих желаний? И почему я обращаю внимание... Например, на то, что обо мне подумают в этот момент. В момент, когда я буду... эээ... реализовывать свои желания. Потому что что обо мне подумают другие, что обо мне подумают, а как нужно выглядеть, это позиция родителей. Причем, это позиция родителей подавляющая. Со знаком минус. Опять же. Вот, эээ... в принципе, эээ... то, что нужно делать с помощью специалистов. Не за своей помощью. Знаете, за своей помощью... вам это не сделать. Никак. Потому что, я еще раз повторяю, вы... застряли в этих своих привычных моделях поведения. И... Сами вы из этого не выйдете. При всем желании. Никак. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, эээ... пишите в личку. Буду рад помочь. Эээ... На последующих мне бы хотелось, эээ... задать вам такой вопрос. А чего вы решили, что... Что... Ммм... Дело именно в этом. Что именно взрослый теряет контроль... Над человеком. С чего вы решили, что... Взрослый... Вообще... Должен все время контролировать... Личность. Почему? Так. Вы... В курсе вообще, что бывает с человеком, когда его контролируют только взрослые? Не дитя, не родители, а только взрослые. Подумайте об этом. И подумайте о том, к чему вы стремитесь. Как бы. Вот. Я думаю, если вы и как следует подумаете, то... Придёте к выводу, что, а может это и хорошо, что... Взрослый, что у меня теряет контроль... Над... 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 Надо мной. То... Эээ... Что бы было со мной, так не тогда. Понимаете... Эээ... Личность... Личность... Она... Ммм... Не увязывается в эти вот... Рамки... Которые вы... Далее. Я... Маниакально-депрессивный. Личность... Это... Понятие... Нам... Ну... Очень сильно шире, чем то, что вы даете. Тип... Личности... Маниакально-депрессивный, может быть. Наоборот, в том, вредит ли вам это. Понимаете... Ведь... По большому счёту... А... Если вы такой человек... Что вы сперва загораетесь, потом... А... Остываете... Да? То есть... Такое происходит, как бы... Качели, да? Эмоциональные качели. Понятно, что это происходит из-за того, что... Нету... Эмоционального интеллекта у вас, опять же. Это понятно. Но эмоциональный интеллект, он воспитывается. Он воспитывается. А... Осознанность. Она воспитывается. Но... Вы же в теории можете... Включить... Адаптивного человека. Не ребёнка, а... Адаптанта, так сказать. Адаптанта, это значит... Взрослый... Адаптирующийся человек. И... Просто... Подстроить свою деятельность под свой тип личности. И всё. Например... Когда у вас происходит взлёт... Вы можете в этот момент делать всё. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро делать. А потом, когда происходит падение... Вы можете просто отдыхать. И всё. Понимаете? Просто звоните в себя. Вот в себя. В свой подход. В деятельности. С тем, как, например... Эээ... Ну... Как, например... Занимаются ею другие люди. Например, вот наши эксперты. Которые на сайте не первый год. Например, вот... Посмотрите там. Игорь Летучий. Эээ... Кудрыщёв. Игорь Леонидович. Вот что вам ответил. Там... Андрей Смирнов. Интенсатор. Александр Полиску. Посмотрите на этих людей. Посмотрите, как они работают. И... Подумайте. Чего не хватает вам... Такого... Что есть у них? Вам не хватает... А. Чёткие цели. Б. Мотивация. И... Ц. Веры в себя. Ну... В. Это я по-английски, по-латински... Латинскому... Латинскому алфавиту. Веры в себя. Уверенности в себе. В своих силах. Вот так. Вот и всё. По большому счёту. И... По большому счёту, то, что вы всё это написали... А... Это говорит о том, что... У вас это может быть. Что это нужно воспитывать. Это нужно получить. У вас этого нет. Ну так это... Решаем. На этом всё. А... Ещё раз. Если вам понравился самый ответ, то я буду благодарен, если... Сделаете его лучшим. Желаю вам всего... Самого доброго. И удачи.